МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великой семье Юрий Шулейко и Владимир Прывалов уручили подарунки першоклассникам дитячого дома семейного типу у везцы Головинцы. БМЗ обновляет темпы работы после коронакризиса. Выники жнивня по выработке металлокорда на 150% – высшие замайские показчики. А зараз об этом и иншим больше подробно. Завтра для маль 160 тысяч школьников Гомельской области распочнется новый научный год. В першиню за парты селета сядутся больше 17 тысяч першоклассников. Не глядячи на то, что официйный день веду первого вересня, одна школа примала в учнях уже сенья. Отбылось это у агрогородку Литвиновича Кармянского района, где после реконструкции открылась средняя научная установа. Подробности в материале наших корреспондентов. Першие учни начали сбираться каля школы неде за полторы годины до початку линейки. Хоть официйно проведенные работы лишатся реконструкции, по сутности у Литвиновичах побудовали новую существенную научную установу. От второй засталися только спортивное зало и некольких кабинетов. Мне мама купила форму, туфли купила, и даже мы сделали шарики и цветы. Некольки попередних научных годов школьники были вымышены вучиться у иншей установе, якая находится, прикладно, у 20 километрах от Литвиновича. Кажуть, было вельмене зручно. И не только у сенсии штадионных поездок. По сути, не проводились занятки по интересах. Не было ни часу, ни махчымастей. У новой школы проблем с тем, як заполнить вольный час, не будя. Тут не только есть необходные помешканни. До научных годов открыли некольки спортивных пляцовок, яких ранее у Воголя не было. Побудовали и Харчовый блок. Воголе, из республиканского и областного бюджета на узведение снашения Литвиновичской школы было выдатковано больше 6 миллионов рублей. На прожатого установе передадзены сертификаты на умоцевание материально-технической базы. До 50 тысяч от Гомельского облвыконкама и 10 тысяч от Кармянского райвыконкама. Докупим нужное оборудование спортивное, то есть сформируем лингофонный кабинет, библиотека, частично какая-то мебель, то, что нужно будет. Само собой нужно разнообразить информационное пространство, то есть какие-то стенды, классные уголки. Простовники генерального подрядчика, будовничего 300 номер 14, скажут, что все работы выполнены с высокой якостью. Хоть працавать пришлось у достаточно напруженном ритме. Мясовых специалистов не было, а тому работу организовали вахтовым методом. Будовников привозили литерально зусой в области. Нормативный срок ввода школы 1 ноября 2020 года. Для того, чтобы в этом году дети уже не ехали до 30 км в другую школу, руководством области была поставлена задача вести школу к 1 сентября. Для этого мы организовали работу в круглосуточном режиме и последний месяц буквально жили всеми строителями на этом объекте. Гэта саправды сушасная школа, пришим размовы не только об утульных кабинетах, але и их техничным наполнением. Плюс безбарьерная сяродзия, наявность систем видеоназирания, пожарные безпеки. Первый урок, присвеченный малой родиме, проходит под девизом «Я вырастут» и край мне гэты дороги. Старшиня Аблваканка Магина Целовей заходит у классы, размовляя с навученцами, звертается до наставников. Беражитесь обе и детей, а мы вам да поможем. Создаем условия для преподавателей, для учителей и в том числе для наших учеников. Видим, какие комфортные классы, какие комфортные условия для них сегодня созданы и создаются в наших школах. И, конечно, забота государства, в первую очередь наших детях, потому что это наше будущее. Эта работа продолжается и будет продолжаться. Олексин Сюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Карменский район. Павеншавать хлопчиков и девушек с надыходящим днем ведау и подарить им все потребное для школы в везку «Головинцы» сегодня приехали помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а также представники областной и районной уладов. Как состракали гостей, расскажет Ганна Каальчук. В этот дом семейного тыпа Татьяна Юдзина переехала в 2016 году. Великие и просторные, у них есть достаточно места для 12 детей. В окол гульневая пляцовка, невеликий огород и чистое поветро. Побач – Головинская середняя школа, в которой все лета отправятся шесть первоклассников из великой и дружной семьи, три хлопчики и три девчонки. Татьяна говорит, что дети целиком готовы и ждут этого дня с нетерпением. Волнуются, переживают. Ну и рады, рады, что все-таки новая ступень в их жизни. Радуются, ждут с радостью 1 сентября. У меня тоже читают стишки, сегодня будем их озвучивать. Некоторые знают уже умеют читать даже у нас. Считаем потихоньку. Ну, то есть необходимые навыки для первокласса мы имеем. Сегодня до школьников приехал ашман гостей. Помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, наместник старшиня Балваканкаму Владимир Прывалов и старшиня Гомельского райвы Канкама Алена Алексина. Усе с подарунками для детей. Окромя новых портфелев с канцелярскими приладами, малые отрымали солодкие прессмаки, гульни и наборы для рукоделия, яким займаются девчонки. После уручения детячих захоплений, усе отправились за стол, как познаемиться и погутарить. Гости означают, одразу видно, что в этом доме живет вельми дружная семья. Это уникальная семья, когда в первый класс идут трое девчонок, трое мальчишек, многодетные, больше десяти деток. В семье они воспитываются в шикарнейших условиях, чувствуется материнский такой хозяйский подход. Хорошие условия – кухня, еда. Детки довольны, они дружелюбны такие. Я просто не ожидал такой встречи, хотя не первый раз встречаюсь именно в такие моменты перед школой. Каждый сегодня получил свой долгожданный школьный подарок. Кто-то получил еще. Все получили сладости, конечно. Они завтра понесут это в школу, они будут делиться со своими одноклассниками. И, конечно, они пойдут завтра с букетами в школу на первый свой учебный день, как всегда у нас было в доброй нашей стране. Завершилась встреча ухольневая программа для детей с любимыми мультипликационными персонажами. В этом году в Гомельской области в первый класс поцикаля 17 тысяч детей. Практично все малые со шмадзетных семьях и тех, кто трапили в тяжкую житевую ситуацию, отримали допомогу от державы в рамках акции «Збером портфель першокласснику». Ганна Кральчук, Явген Макенко, телерадоакомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Минулой ночью на Жлобинском БМЗ была спинена работа одной из первых. Вышел со струяга заход. Причины неосправности устанавливаются, потерпелых нема. У одновления обсталевания заденчаны ремонтные службы предприемства. Тем не менее факты свечать. Завод працует и поспехово. Выники лета показали одновление становшей динамики. С великой загрузкой зараз працуют стали дротовые цехи, которые достойно пройшли выпарабывание пандемии. Подробности у наступного сюжета. Весной стали дротовые цехи завода цалком отшули, як пандемия COVID-19 уплывая на сусветную экономику. Опыт на металлокорд и бортовый бронзованный дрот резко знизился. Буйные европейские компании по выработке шин, партнёры БМЗ, сбавили темпы работы. Тем не менее, летом ситуация значно полепшилась. За першую полову сезона выработка металлокорда повеличилась на 117%. Упарауна не змаем. Жнивень отзначился ещё большей активностью. Сталядротовые цехи выработали и отгрузили 30 тысяч тонн продукции. Пока шикбольж замайские личбы на 150%. Цехи корпотливо працуют и не плануют снижать вытворчие темпы. На сентябрь плановое задание метизного производства в достаточно большом объёме добавило производство и отгрузку. И мы с уверенностью говорим о том, что взятые на себя обязанности в части договоров мы выполним в полном объёме. Жнивень соправды горадший месяц для жлобинских металлургов. Додатковые заказы – ещё одна причина, по якой повеличились объёмы вытворчасти металлокорду и бортового бронзованного дроту. Свои обовязательства коллектив завода поспехово выканал. В августе текущего года потребители металлокорда бортовой бронзированной проволоки наряду с контрактными объёмами разместили на БМЗ дополнительные заказы на данную продукцию в объёме почти 1000 тонн. Речь идёт о шинных заводах, расположенных в Сербии, Германии, России, Румынии, Венгрии, Чехии. По выниках семи месяцев БМЗ реализовал за мяжой амаль паутара миллиона тонн продукции. География экспорту – 50 краин. Основные заказчики – Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Не могу заснуть, страшно выходить с дому. На телефон доверу Гомельской областной клиничной психиатричной больницы поступаю всё больше звонков от людей, яких ситуация в Украине не просто выбила с колеины, а провела литерально до депрессии. Як с обеда помогши самостойно, а коли докладно треба исти до специалиста, нашому корреспонденту рассказала психолог Ирина Лисагурская. Горячая линия у психиатричной больницы саправды раскалилася. Людзе не поспеваюць за рычаисностью, якая зараз больше подобная цито на сон, цито на калейдоскоп. Новая реальность полоха и разуметь, як треба себе поводзить, чаго чакать, не которым усе больше складано. Одны, рассказывай Ирина Лисагурская, имкнуться не выходзи з дому, инши на дворот не могут заставаться у одиноте. Нехто заедает стресс, а инши целком страживают аппетит. Во-первых, надо высыпаться. То есть любыми способами надо спать. Надо правильно, нормально питаться. Не отказывать себе в еде, но в то же время и не переедать. Надо заниматься какой-то активностью. То есть бассейн, йога, ходьба банальная, любой вид деятельности. Есть даже такой постулат в психологии, если тебе плохо, действуй. Потому что именно через действия мы очень часто снижаем интенсивность переживаний, которые есть, и нам становится просто легче. Легче жить, легче работать, выполнять какие-то свои обязанности. Очень хорошо помогает дыхательная гимнастика. Например, из очень такого простого и распространенного, это человек делает вдох на два счета, выдох на четыре. Либо вдох на три, выдох на шесть. То есть выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. Покажите. Ну, например. Да, то есть вдох на два, выдох на четыре. Мысленно считать секунды и делать. Соответственно, даже если, например, подключить пульсометр и смотреть, то за минуту такого дыхания на 10-20 пунктов частота пульса у нас уменьшается. Мы расслабляемся, тело наше расслабляется. Есть сейчас очень много в интернете всяких релаксаций, медитаций, которые можно включить. Даже банально шум моря, пение птиц, водопад. Это если просто звуки природы. Но кроме того, и записанные психологами, психотерапевтами, всякие разные медитации, релаксации, которые очень хорошо помогают снизить напряженность, снизить тревогу и вернуться к нормальной деятельности, начать снова выполнять свои профессиональные и личные обязанности. А что Вы посоветуете тем, кто сразу идет в аптеку и просит, дайте мне что-нибудь успокоительное, посильнее, снотворное сразу? На каком этапе нужно уже идти в аптеку? Тут сложно сказать, потому что, правда, мы всегда ищем волшебную таблетку, одну, которую мы выпьем, и с которой сразу станет легче. На самом деле, лучше, конечно, подойти к врачу-психотерапевту и посоветоваться. Врач-психотерапевт определит, то ли у человека действительно уже это в какой-то клинической стадии, когда надо реально принимать какие-то успокоительные или антидепрессанты, или противотревожные препараты, то ли это просто психологические проблемы, с которыми человек может справиться либо сам, либо обратившись на консультацию к психологу, поговорив с психологом и без всякой медикаментозной помощи. Но в любом случае не надо торопиться сразу глушить таблетками. Сначала надо попытаться справиться самостоятельно, либо с помощью психолога. Сейчас, кстати, во всех поликлиниках города, во всех ЦРБ области работают психологи абсолютно анонимно, бесплатно, к которым можно обратиться на консультацию и получить профессиональную психологическую помощь. Нагадаем номер круглосуточного телефона доверу Гомельской областной клинично-психиатричной больницы 315161. У субботу у Ляскавишах вызначалось имя уладальницы тытулу «Полеское прихожонье-2020». Все лето конкурс проходил в четвертый раз. Яго, звычайно, ладзять подчас фестивалю этнокультурных традиций «Клич Полессе». Як проходило с поборництва молодых красунь, ведают наши корреспонденты. У першиню конкурс прихожостей сяроджихарок Полесских районов пройшоу у 2014-м годзе. Всю лето на онлайн-кастинг свои заявки дослали каля 30 девчон. До удела у финале организаторы обрали двюх проставниц с Брэшшны и девять с Гомельшшны. Таким чином у финале на сцену перед глядачами вышли 11 прихожунь от 17 до 25 годов. Организаторы шоу «Центр моды прихожостей «Хрустальная нимфа» означают, что подрыхтовка проходила устислый термин, девочки такие подобрались участницы. Они умнички. Настолько быстро схватывали все, что мы им предлагали к работе. Подготовка проходила всего три дня. Всего три дня и результат сегодня на сцене. Финал конкурса в этом году присвятили белорусской мифологии. Девчины проставили на сцене три выходы, у одним из яких демонстровали свои творчие сдольности. Танцевали и читали верши гомельского поэта Вячеслава Ядранцева, який рыхтовал сценарий до конкурса. Глядачы убачили финалисток у образах жихарок Бурштынового палацу, Ворожей Зазуниц и Прыгажунь с Полесья. Оценивала выступление жюры, в составе якого, например, была переможца минулого конкурса Юлия Герасименко с Петрикова. Хочется, чтобы все было честно и очень тяжело выбирать из таких красивых девушек одну единственную. Самое главное – выбрать девушку, которая ценит не только жюри, но еще и зрители, те, которые будут смотреть, болеть за своих, переживать. Ваши критерии сегодня какие? Конечно же, в первую очередь, красота, так как это конкурс красоты, играться, чтобы все были красивые движения, чтобы девушка улыбалась, улыбка притягивает. Переможцей конкурсу «Полеськая прихожунья-2020» стала 19-ти годовая жихарка Петрикова Александра Бобель. Зараз девчина учится в Белорусском державном университете физической культуры и мая богатый опыт в делу у подобных споборництвах. Только за перемогу у «Полесьской прихожунья» она смахалась уже в другой раз. В конкурсе в 2018-м годе Александра отримала титул «Мисс Глядацких симпатий». Это незабываемое впечатление. Просто я, когда участвовала в прошлом году, позапрошлом, я просто хотела добиться этого момента, но у меня не получилось. И я просто решила добить это, и у меня это получилось. Девушки, верьте в себя. Просто и в свои силы. У вас все получится. Другое место заняла мазеранка Виктория Навуменко, третья, так само у проставницы Петрикова Виктория Юшенко. Остатние у дельницы отримали дипломы и подарунки от организаторов. Ганна Коральчук, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Агрогорадокляскавич и Петриковский район. В связи с проведением технических работ на антенномачтовых сбудованиях на этом тень в городе Гомель и на отлеглости до 40 км от областного центра будет припинена эфирная, телевизийная и радуя Вяшанне. Размова идет про перее часу с другого по 4 вересня. С 9 ранницы до 5 вечера будет отсутничать трансляция телеканалов агульнодоступного пакета, а так само радуя станции. Могчимы перепынки трансляции программу в некоторых сетках кабельных операторов. У выпадку завершения работ ранее позначенного термину деяность передатчиков будет отновлена. Гэты и инши новины информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Под Мозырем ранее судимый оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Мужчина подозревался в хранении боеприпаса с тротилом. 34-летний житель Лельчицкого района хранил заряд в чужом сарае. Мужчина вел бродяжнический образ жизни и на тот момент проживал у знакомого. К нему и направились правоохранители. Подозреваемый вышел к ним на встречу с ружьем. Милиционеры сделали предупредительный выстрел, а нападавший пошел на них. Нарушитель выстрелил в сторону оперативников и попытался скрыться. Оружие он выбросил по дороге. Правоохранители догнали его и задержали. Возбуждено уголовное дело. В заброшенном доме, где проживал мой дедушка, на чердаке я нашел уже года четыре назад. Хранил по месту жительства в деревне Будософилка. Ну, иногда на охоту ходил. Ну, право ходить. А там же с ружьем были. Под Гомелем водитель микроавтобуса Volkswagen попал в ДТП. 26-летний водитель двигался по автодороге Гомель-Лопатина-Остров. На 10-м километре трассы из-за неправильно выбранной скорости мужчина не справился с управлением. Выехал за пределы проезжей части в Кювет и опрокинулся. Его госпитализировали. По информации ГАИ в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем и управлял авто с признаками алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией. Подозреваемый 39-летний гомельчанин, пострадавшая две девушки 24 и 25 лет. Подозреваемый познакомился с потерпевшими в прошлом году. Снимал для них квартиру в Гомеле, делал дорогие подарки и водил в ночные клубы. Он сказал, что надо улететь отсюда с Белоруссии и там будут тебе платить бешеные деньги. И потом мне сказали, ожидаю, у тебя будет гость. Сказали, что я должна за билет отработать. Когда я отказывалась ехать куда-то, он всегда говорил, что я тебе конец. Он всегда угрожал мне. То есть мог руку поднять. У меня много было синяков от того, что я отказывалась поехать в какую-либо поездку. В общей сложности белорусские пробыли в Китае с мая 2019 года по февраль 2020 года. Все это время подозреваемый получал процент за их работу. За гонорар гомельчанин купил дорогую технику, одежду, квартиру и автомобиль. Когда девушки вернулись, он отправил их на заработки в Минск, где еженедельно арендовал для них съемное жилье. Секс-рабыни работали через интернет под вымышленными данными и с телефонными номерами, оформленными на подставных лиц. Оперативники их задержали в национальном аэропорту Минск. Девушек сняли с рейса Минск-Стамбул. В тот же день задержали и мужчину. За минувшие выходные зарегистрировано два пожара. Обошлось без пострадавших. В деревне Лужок Кармянского района горел рулон соломы. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается неосторожное обращение с огнем. А в деревне Страдуб Калоевского района горел внутри дома. Рассматривается версия поджога. В областном центре женщина упала в трехметровую яму. Спасатели пришли на помощь. ЧП произошло в одном из дворов Гомеля по улице Мазурова. Пострадавшая от 1971 года рождения выгуливала собаку и провалилась в яму диаметром полтора метра и глубиной три метра. Самостоятельно выбраться не смогла. Работники МЧС извлекли ее из ямы. В госпитализации женщина не нуждалась. В жлобе не задержали несовершеннолетнего с крупной партией на свая. Правоохранители провели маршрутку из Минска, которая остановилась на остановке общественного транспорта в райцентре. В салоне находился местный житель с большой спортивной сумкой, внутри которой находилось 10 килограммов на свая и фасовочные пакетики. В отношении 17-летнего подростка составлен административный протокол. В Гомеле два местных жителя порыбачили более чем на 4,5 тысячи белорусских рублей. И уголовное дело. Гомельчане отправились на рыбалку на озеро Любинское в ночное время суток. С собой мужчины прихватили две сети из лески общей длиной 117 метров. Во время рыбалки они выловили 34 килограмма рыбы. Вред, нанесенный природе, оценен в 170 базовых величин. Возбуждено уголовное дело. За последний год обоих уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Пятикратная женский гонбольный Гомель выиграл Кубок Беларуси сезона 2019-2020. Финал четырех розыгрыша турнира состоялся в Жлобине. Арена местного дворца игровых видов спорта для Гомеля Фартовая. Именно здесь пять лет назад гомельчанки впервые в своей истории подняли над головой Кубок страны. И с того момента выигрывали трофей еще три раза. В полуфинале коллектив Тома же Чаттера играл с Городничанкой. Соперник испытал на себе всю серьезность настроя гомельчанок на мини-турнир. Первый тайм завершился в их пользу 21-5. После перерыва гродненские гонболистки в счете подтянулись, но это скорее результат расслабленности соперника. Итог 34-20. В матче за трофей Гомелю ожидаемо противостоял БМТУ Белас, обыгравший Витебчанку в полуфинале. Но перед этим был поединок за бронзу и здесь все решалось в концовке. Витебчанка сумела нивелировать полученное в первом тайме отставание в 5 голов. Однако на последних минутах северянкам не хватило исполнительского мастерства. Городничанка победила 27-25. На старте финала заброшенные голы обеим командам давались нелегко. Гомель вырвался вперед во многом благодаря усилиям Натальи Котиной. В составе политеха ответ нашелся у Анастасии Кулак. Благодаря ее голевым геройствам, а также удалением соперниц, команде Константина Шароварова в начале поединка удавалось не отпускать оппонентов далеко. Однако ближе к перерыву запал и сяк, а Гомель создал гандикап в 5 мячей. Гомельчанки, похоже, уже мыслями были в раздевалке, чем воспользовались минчанки, сократив отставание. На второй тайм команды вышли при цифрах на табло 15-12 в пользу команды Тома Жачатера. И оставшиеся полчаса гомельчанки без особых усилий удерживали свое преимущество. 26-22 и Гомель к золоту чемпионата присовокупил победу в Кубке. Кстати, пятую в истории. Какие-то моменты у нас не получались, но за счет защиты и за счет нашей командной игры мы справились и в принципе постоянно вели в счете и контролировали игру. Поэтому такой результат окончательный. Я очень доволен, что выдержали спокойствие и защиты и нападения. Было пару ошибок, но потом когда расслабились еще больше я просто тормозил не хотел доиграть быстро просто до уверенности делали шорт в нашу пользу каждую минуту больше и поэтому очень доволен. В сезоне 2019-2020 поставлена точка. Уже 2 сентября стартует новый чемпионат. Гомель начнет домашним матчем против молодежной сборной 9 сентября. Предстоящий чемпионат страны обещает быть интересным. В спор за награды высшего достоинства может вмешаться прибавившая в межсезонье Берестия. Должна добавить и молодежь БНТУ. Я думаю, они тоже будут прибавить. Я не хочу в них поценивать, потому что есть младые игроки, будущие сборники и поэтому если нет в этом году, я думаю, в следующем году будет очень опасна команда. не зря забить на команду Бреста, которая очень нравится мне, поэтому в этом году будет очень сильный бой. Розыгрыш Кубка страны в Гомеле подвел черту под сезоном пляжного волейбола. В Беларуси за трофей боролись 26 мужских и 13 женских пар. Неожиданностей не случилось, фавориты подтвердили свой статус. Чемпионским званием пара Александр Дедков, Павел Петрушко и Виктория Секретова и Елизавета Чибай присовокупили победу в Кубке. Две награды завоевали гомельские пары. Тандем майоринка Майско стал вторым на турнире. В состязаниях девушек серебро у пары Стопук Федик. Стоит отметить, что нынешний сезон у белорусских пляжников получился весьма насыщенным. Сезон, к сожалению, в связи с не очень благоприятной ситуацией начался поздно, но благодаря энтузиастам и руководству Федерации, местным проводящим организациям мы вложились в полтора месяца то, что раньше делали за четыре. Поэтому всем большое спасибо. В этом плане особых накладок не было. И в конечном итоге в этом году чемпионат у нас получился очень массовым. Очень массовым. Видно, что уровень поднялся, видно, что люди соскучились по соревнованиям. Для Александра Дедкова и Павла Петрушка сезон пока не закончен. С 16 по 20 сентября белорусская пара примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в латвийской Юрмале с 16 по 20 сентября. Параллельно с баталиями Кубка страны на площадках стадиона Лыш проходил детский турнир «Солнечный мяч». За победу в последних категориях 13-14 и 11-12 лет боролись 78 пар. Спортсмены из Гомельской области завоевали 5 наград. Пара Белоусов-Ковалев из Гомельской из Душор-Энергия стала лучшей в старшей возрастной группе у юношей. У девушек победу праздновал жлобинский тандем «Гром-Тишкова». Бронза у пары Иванова-Кочмарова, также представляющий Жлобин. В младшей возрастной группе у девушек победил еще один жлобинский тандем «Абравенко-Сергиенко». У юношей «Бронза» также отправилась в город Металургов. На пьедестал поднялась пара немцов-Калуженко. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».